Воспитанник Каспийской гимназии номер 11 юный поэт Евгений Федотов стал победителем всероссийского творческого конкурса «Пусть слово доброе душу разбудит». По его словам, стихотворение он пишет с недавних пор на различные темы. Но толчком в его поэтической деятельности стал именно конкурс и желание продемонстрировать свое творчество на всю страну. Начал стихотворение писать ближе к школе. Оттуда мне учитель дал тему написать стихотворение. Как бы дал шанс. Я не растерялся и написал стихотворение. Как рассказывают близкие Евгения, у мальчика всегда была тяга к творчеству. В школе он писал прекрасные и интересные сочинения. Поэтому решил развить в себе способности поэтической деятельности и принял предложение от своего педагога по литературе принять участие в конкурсе. Эти конкурсы помогли развить этот талант, увидеть это в ребенке. Постоянно мы это поддерживали. У него были, конечно, моменты, что он хотел бросить, потому что он сначала серьезно к этому не относился. Вот мы как-то всячески поддерживали, развивали, уточняли. И вот все у него как бы сложили. Сам Евгений считает, что на сегодняшний день его любимым стихотворением является он ярче путевой звезды, посвященная бойцам нашей страны, которые отважно защищают родину. Бойцы Дагестана, они не бросили. Они сражаются за свою родину и приходят домой с победой. И как бы считается, что они ярче путевой звезды. Стоит подчеркнуть, что несмотря на талантки, Евгений не намерен связывать свою жизнь с творческой деятельностью и уже активно готовится к экзаменам для поступления в ВУЗ на факультет юристуденции. Что не скажет про его младшего брата. Александр Федотов, взяв пример с брата, вдохновился и начал сочинять стихотворения. Очень интересно получилось. Мы гуляли у моря, пошли по набережной, и он начал сочинять стихи. У него пошла рифма, рифма. Я что-то стала подкидывать, ему тоже какие-то слова. Он начал тоже за меня цепляться, и в него как бы сошлось. Я поняла, что, видимо, не только у старшего заложена такая изюминка. И тоже опять же в школе хорошая возможность появилась в первом классе. Издается в Дагестане такой журнал, как «Почемучка» из «Соколенок». И вот мы уже как бы младший участник, мы поучаствовали, там издавались, печатались в этом журнале. Сейчас братья Федотовы продолжают активно участвовать в различных конкурсах и достигают немалых успехов. Отметим, что стихотворения Евгения опубликованы в газете «Соколенок».